Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! У нас сегодня очень полезный ролик для самостройщиков прежде всего о том, как правильно выполнить противопожарную разделку в перекрытии, либо... ну, в межэтажном перекрытии либо на кровле, что касается бани То, что касается бани, будет верно и для отопительных печей И почему этот ролик важен? Он важен потому, что 95% пожаров случаются из-за вот этой вот коробочки У меня тут есть как раз таки все, чтобы вам показать, как это происходит Ну что ж, давайте рассмотрим типичный случай пожара который происходит в противопожарной разделке потолка, бани, либо дома Значит, у нас сегодня на обзоре противопожарка ППУ называется от компании Везувий У нас вот вышел ролик с печей Везувий И следующими роликами мы будем делать обзор на их дымоходы и затопим печь, которая называется легкий пар Так вот, это стандартная проходка, которая продается в подавляющем большинстве магазинов Что с ней не так? Казалось бы, можно взять, поставить ее в потолок и тихо, мирно, спокойно париться Но не все так гладко и хорошо Почему? Потому что противопожарные отступы вот здесь, до сгораемой конструкции составляют всего лишь от сэндвича Сейчас я вам скажу сколько 8 сантиметров Что происходит? Если вы просто бездумно покупаете Инсталируете сюда дымоход Тут нужно заметить, что сэндвич в парилке должен начинаться ниже уровня потолка на 20 сантиметров То есть никаких стыковочных элементов внутри ППУ быть не должно Так вот, когда у вас здесь находится дымоход То большинство делают вот так вот И, соответственно, забивают внутреннюю часть негорючей ватой И думают, что все будет хорошо Так вот, все хорошо не будет, это будет пожар Почему? Сейчас объясню У меня здесь есть сэндвич Который подвергся локальному перегреву Вот здесь вот Как раз таки в проходнике То есть вот здесь, вы видите, да? Он существенно перегрелся Если он перегрелся и есть цвета побежалости То, как вы понимаете, температура здесь зашкалила далеко за 400 градусов Что в данном случае происходит? Тепло очень эффективно передается на эту балку И если она, да и даже если она защищена То пожар не минует Еще один вариант расположения стропил Либо потолочных лак Это когда делают вот так вот, вплотную совсем Ну, то есть это вообще никуда не годится У нас есть СНИП Он, правда, старый И не все его придерживаются Почему? Потому что появились новые материалы Которые позволяют противопожарные отступки Сделать существенно меньше У меня здесь еще лист вот такого вот материала есть Как делать из него суперскую противопожарку Я сделаю еще один дополнительный ролик Сегодня мы будем рассматривать Исключительно стандартный проходник Который можно сделать из короба Везувия И их фиброцементной плиты Которая называется Фапсан Фаспан Это фаспан Это производство Везувия И благодаря вот этому материалу И стандартной разделке Можно сделать более защищенную конструкцию Соответственно отступки сократить Так вот, возвращаясь к СНИПу Нужно заметить, что там Очень хорошо написана одна фраза Которую все забывают Что от огня, от дыма До сгораемой конструкции Должно быть 38 сантиметров Но есть одно слово Которое звучит Защищенной конструкции То есть Помимо всего прочего Конструкция сгораемая Должна быть защищена Я не призываю вас делать вот так Это тоже не совсем Не то, что не совсем А это неверно Но конструкция, которая будет отстоять от короба Также дополнительно должна быть В обязательном порядке защищена Ну а теперь возвращаемся к нашим дымоходам У меня здесь крашеный дымоход И не крашеная противопожарка Белого цвета Это пленка Кстати, пленку нужно снимать В обязательном порядке Так вот Если мы это все сюда инсталируем Аккуратненько Наша с вами задача Защитить сгораемую конструкцию От избыточного тепла В противопожарном проходном узлу Вот здесь И мы его с вами сейчас будем делать Ну что ж Берем наш лист фаспана Наш проходник И начинаем делать хорошо Значит, первое Как можно сэкономить Но крайне нежелательно Это сделать вот так вот То есть по, скажем так, периметру Сделать сразу заготовку из фаспана Вот этот проходник Тут нужно заметить, что печь Установленная в варилке Занимает гораздо больше места И, соответственно, в случае низких потолков Крайне желательно защитить И все пространство над печью Негорючим материалом Учитывайте, что фаспан Он негорючий материал Но он также проводит тепло И, по сути дела Нельзя уповать исключительно на то, что он не горит То, что он не горит Это не означает, что он не передает температуру Так вот Гораздо более эффективно сделать Чуть большую, скажем так, распушечку Ну, когда это все мы будем собирать Я вам все покажу Чуть больше Насколько Тут можно, в принципе, смело придерживаться ГОСТа И делать 38 сантиметров Но, в принципе, можно и сократить это расстояние Все, конечно же, зависит от условий эксплуатации Не нужно слепо следовать тому, что я говорю Включайте мозги Я вам показываю Просто пример Частный пример изготовления В любом случае Каждая противопожарка Она индивидуальна Но, посмотрев этот ролик Вы сможете сделать ее правильно И вдобавок ко всему еще не сгореть Так вот Давайте мы отступим здесь По 5 сантиметров Вот так вот Да? И Ну, можно оставить лист целиком Вот так вот Эта часть будет на печь То есть я сейчас выверну там Измерение это делаю Но мы будем немножко экономить материал И, соответственно Мы будем делать Немножко иначе То есть, соответственно Мы делаем Опа Расчерчиваем Наш слой изоляции Вот так вот Оставляя зазоры И нам потребуется Вырезать Два таких прямоугольника Почему два? Потому что Все может быть По-разному Может быть Эксплуатируемый Чердак Может быть Второй этаж Нам потребуется Верхняя крышка Если У вас чердак Неэксплуатируемый Да? Баня одноэтажная То вторую крышку В принципе Можно не делать А ограничено Ограничиться тем Что идет в комплекте Стальным листом Который здесь смыкается Но я вам это Покажу чуть попозже Так вот Сейчас это распиливаем И начинаем создавать Дополнительный Двойной короб У ППУ Так как я расчерчиваю Все это в зеркале Нам потом Необходимо будет Выполнить Внутренний Еще вот этот вот Квадрат То есть Расчертить Вот здесь Что касается Сразу обращу Внимание На диагонали Что касается Диагоналей Не все знают Что после того Как вы прямоугольник Вычертили Необходимо проверить Диагонали Чтобы они были Одинаковые Иначе Вместо прямоугольника Вы получите Трапецию Вот здесь Как раз Сходится Да Вот Ну и путем Несложных Вычислений Можно дать Соответственно Здесь Внешний Контур И от внешнего Контура Который мы Обозначили Отступить 5 сантиметров То есть 5 сантиметров Мы отступаем От внешнего Контура И начинаем Формировать Уже Нижнюю крышку Вы скажете А можно же Сэкономить Нарезать полоски Никто не мешает Можно нарезать полоски У нас Слава богу Вот такая вот Плита есть Куда остатки Девать Самый главный Извичный вопрос Формируем Переворачиваем Ну и продолжаем Дальше Смотрите Я расчертил Второе отверстие Под Сам проходной Прямоугольник Вот Но так же Сделал еще Круговое отверстие То есть По сути дела Если вы Прорезаете Здесь Под дымоход То это Становится Крышкой Наверху Перекрытие На чердаке На втором этаже Вот Либо если вы Прорезаете Вот это То это Соответственно Становится Со стороны Парной Под Непосредственно ППУ Ну что ж Друзья Сделал я Из фаспана Первую заготовку Она у нас Одевается Вот сюда Что касается Самого материала Обратите внимание Он достаточно Мягкий То есть Его можно Руками сломать И если Маленькие кусочки И так же Его Можно По желанию Аккуратненько Зачистить Острым ножом Это Если вы Пилите Лобзиком И остаются Рваные Такие края То их Можно всегда Подровнять Аккуратненько В этом Нету Ничего Такого Вот Ну что ж Теперь нам Нужно Сделать Боковые Стенки Но Тут тоже Есть нюанс Давайте Сейчас расскажу Как Что касается Боковых Стенок Они нам Тоже Естественно Нужны Они у нас Формируются С воздушным Зазором От стали И Уже К ним Будут У нас Подходить Сгораемые Конструкции Которые В последующем Так же Будут В обязательном Порядке Защищены Помимо Помимо Этого У нас Будет Слой Незгораемого Материала Уложенный Внутри Сейчас Все покажу Расскажу Но Наша задача Первоочередная Это Сформировать Стенки Вокруг Корма Тут Есть еще Один Нюанс Здесь Высота У нас Составляет Давайте Посмотрим Сколько 180 Миллиметров Если У вас Проходной Узел Выше То И Формировать Эти Стенки Необходимо На Всю Высоту Межэтажного Либо Межкровельного Прохода То есть Вполне Допустимо Что Здесь У нас Стенка ППУшки Своеобразной Да Такой Самодельной Будет Побольше Размечаем Будущие Стенки Короба Соответственно Раз Два Три Четыре И у нас Еще Остается Кусочек Фоспана Который Мы можем Использовать На Противопожарные Стенки То есть Он нам В любом Случай Пригодится При формировании Противопожарных Отступок Стенок Что касается Кирпича Я там Тоже Немножечко Наверное Коснусь Темы Самой Стенки Ну Сейчас Пока Это Все Дело Распиливаем Соберем А к этому Кирпичам Вернемся Попозже Из Фоспана Я напилил Боковые Стенки И Их Мы С вами Будем Монтировать При помощи Обычного Уголка Который Будет Вот так Размещен Сюда Почему С внутренней Стороны Потому что Вот эта Плоскость Она должна Примыкать Уже Непосредственно К дереву То есть К финишной Обшивке Самой Парной Ну И По Всему Периметру Мы Делаем Вот Такой Вот Коробок Скрепляя Между Собой Листы Фоспана Еще Уголком Дополнительно Вот Здесь И Потом Уже Приступаем К утеплению Базальтовым Картоном И Супер Силкой Вот Супер Силку Очень Хорошо И Сейчас Кстати Еще Покажу Как Это Лучше Всего Делать Я Прикрепил Уголки Я В целях Экономии Времени На Один Саморез Делаю Но Надо Делать Конечно На Два И О Горе Посмотрите У меня Саморезы Прошли Насквозь То есть Это То Что Вы Увидите В Парилке Казалось Бы Но Ничего Подобного Почему Потому Что У нас У ППУ У Стального Есть Бортик Как Раз Таки Почти Сантиметр Куда Эти Саморезы У Нас Прекрасно И Помещаются То есть Пусть Вот Этот Вот Момент Вас Не Смущает Ну Мне По сути Дело Осталось Прикрутить Сейчас Вот Эти Вот Стенки Сюда И Начать Утеплять Правильно Утеплять Внутренние Части Вот Тут Тоже Есть Кое Какие Нюансы Ну И Монтируем Соответственно Боковые Части Наши Будущего Короба Вот Так И У нас Идет Еще Естественно Укрепление Бортов Уголком Вот Здесь Собрали Целиком Короб Из Фоспана Значит Обращаю Внимание Вот Здесь У нас Идет Перехлест И Вот Тут Как Делать Не Надо То Есть Когда Здесь Остается У вас Стык Стык Вот Так Делать Не Надо И Обратите Внимание Вот Здесь Специально Сделал Вот Такие Зазоры Чтобы Было Видно На Камеру Как Делать Не Надо То Есть У вас Здесь Все Должно Быть Строго Прямо Ровненько Не Так Не Так А Вот Так Вот Ну И Теперь К Самому Главному Потому Что Казалось Было Вот Так Вот Бери Монтирую И Все Будет Хорошо Ничего Подобного Нам Теперь Нужно Изолировать Короб Дополнительно Либо Базальтовым Картоном Либо Что Лучше Всего Супер Силкой У меня Супер Силки Здесь Немного Поэтому Будем Применять Базальтовый Картон Что Нам Необходимо Сделать Нам Необходимо Вот Здесь Короб Обернуть Как Раз Таки Базальтовым Картоном Это Предотвратит Как Раз Таки Попадание Отсюда Ну Есть Мнение Там Точки Росы Утеплять Не утеплять Формировать Отсутствие Щелей Можно Использовать Кстати И с Фольгированный Картон Не суть Принципиально Значит Мы сейчас Нарезаем Все это Дело Полосками Ну Тоже Различные Варианты Сейчас покажу Давайте Сразу То есть Как Можно Сделать Можно Взять Базальтовый Картон Допустим Вот Столько Нам Где-то Надо Примерно Чтоб Все Было Хорошо Режется Он Легко И просто И Соответственно Мы Укладываем Его Вот Сюда Сгибаем Чтобы Он У нас Вошел Вовнутрь Подрезая Все Лишнее Сейчас Вот Здесь Подрезаем И Естественно Лучше Всего Чтобы Был Хоть Какой-то Никакой Перехлест Очень Важное Замечание Когда Работы Подходят К концу Не Поленитесь Когда Уже Вата На Подходе Протереть Короб Извнутри Чтобы Никаких Опилок Здесь Не Оставалось Потому Что Очень Часто Встречается Что Опилки Остаются Внутри Как Вы Понимаете Опилки Будут Вспыхивать Гораздо Более Эффективнее Чем Базальт Ваеван Так Вот Установили Это Сюда Загнули Взяли Второй Слой Загнули Установили Он Тоже Сюда Загибается Дальше Можно Использовать Супер Силку Даже Наверное Проще Будет И Лучше Но Она Стоит День Соответственно Обворачиваем Ею Вот Точно Так же Почему Потому Что Она Выдерживает Более Высокие Температуры Вот Ну И По Степени Плотности Она Наверное Все Так Выигрывает У Базальта Можно Так Сделать Почему Я Оставляю Еще Сверху Такие Выпуски Можно Срезать В край Но Ничто Не мешает Нам В последующем Использовать Обрезки Оставшиеся От картона Мы их укладываем Давайте я большую возьму Чтобы было видно Сюда Формируем Второй Слой Базальта И Соответственно Подворачиваем Этот базальт Уже Внутрь То есть Мы получаем Что У нас Стальной короб Находится Либо В базальтовом Одеяле Либо В одеяле Из суперсил Суперсил Поэкономим Потому что Еще немаловажно Как Внутри Утеплить Как я уже Показывал Если вы Переутеплите Ваш сэндвич Там Естественно Перегреется Так Устанавливаем Это Все Сюда И Сверху Одеваем Уже Наш Короб Короб Мы Одели Соответственно Здесь Можно Завернуть Обратите Внимание Что Здесь Везде Остался Зазор Между Одеялом Сталь Одеяло И Фиброцементной Плитой Для чего Это сделано Это как раз Таки Воздушный Зазор Предназначен Для того Чтобы Не было Перегревания Потолочных Балок Которые Будут Установлены Здесь Но Помимо Всего Этого Как я Уже Говорил Теперь Я думаю Будет Видно Что Здесь У нас Идет Еще Слой Базальта Можно Ставить Можно Не Ставить Здесь Самое Главное Это Не Переусердствовать Если Вы Переусердствуете То Вы Получите Как раз Таки Вот Такой Локальный Перегрев Это Не Очень Хорошо Для Сэндвича Ну В целом Это Не Очень А Хорошо Мне Занузу Подцепил Так Вот Когда Мы Это Сделали У Вас Получается Что Базальт Находится И с нижней Стороны И Забоковой И Здесь У вас Остается Воздушный Зазор В принципе На Дно Вот Этого Воздушного Зазора Который Останется Можно Немножко Ну Либо Здесь Из Суперсилки Будет Да У вас Такое Вот Полотно Стоять Но В отличие От картона У Силки Нету Никакого Несущего Да Здесь Несущую Способность Условно Несущую Обеспечивает Связующий Который Может Выгореть С этим Тоже Аккуратно Но Можно Ну Лучше Ножом Конечно Давайте Сейчас Отрежем С этим Будут Определенные Проблемы В хорошем Смысле Этого Слова То есть Вы Вы Просто Распушаете И укладываете Суперсилку Не Надо Ее Только Очень Сильно Мять На дно И Немножечко Распределяете Его Там Везде Оставляя Воздушный Зазор Такой Фокус С базальтом Не Прокатит Один Рулон Суперсилки Стоит Несоизмеримо Меньше Чем Вся Ваша Баня Вот Это Вот Важный Такой Нюанс Который Нужно Учитывать Я думаю Здесь Видно Следующее Когда Вы Протаскиваете Здесь Уже Сэндвич Я думаю На картинку Будет Не очень Хорошо Видно Значит На Дно Короба Также Желательно Установить Слой Базальтового Картона Но здесь Уже Можно Использовать Более Толстый Материал До 5 Сантиметров Скажем Так Ничего Страшного В этом Не будет Но Именно На дно А вот Все Остальное Что здесь Находится Внутри Дайте Вот так Заткну Чтобы Было Лучше Видно Не все На камеру Иначе Попадет Будет Не очень Потом Понятно То есть В данном Случае Уложили Базальт Он Все равно У вас От листа Останется Здесь Его Нужно Совсем Немножко Вот Боковые Стенки Защищены Здесь Все Защищено Установили И Я Знаю Что Некоторые Наверное Откомментируют Зачем Зачем Это все Баловство Но Тем не менее У нас В одном ролике Тоже Потом Говорили А что Вы Примотали Суперсилку На Сэндвич Приматывали Потому что Монтаж Шел Чтобы Никуда Она Не делась И Абсолютно Спокойно Вы Вы Просто Делаете Минимальное Количество Ваты Кремниевой И Начинаете Вот так Вот Ее Сюда Укладывают То есть Чем Больше Не остается Никаких Мостиков Которые Соединялись Напрямую Сэндвич Тире Сталь Вот Этот Вот Момент Важный Что Еще Можно Здесь Сделать Здесь Можно Взять Остатки Короба Но Это Уже По Желанию И Дополнительно Еще Сделать Короб Внутри Вот Такое Но Это Уже По Желанию И В принципе Это Было Очень Неплохо Но Это Уже Смотря На Ваш Кошелек На Ваше Усмотрение Помните Что Это Базовая ППУ То есть В любом Случае Могут Быть Нюансы Не Нужно Слепо Следовать Тому Что Я Сейчас Показываю Это Очень Улажный Узер Не Сделайте Неправильно 95 Пожаров Процентов Пожаров Случается Именно По Вине Неправильного ППУ И То Что Я Говорил В Защищенная Конструкция И Вот Теперь Уже К этому Коробу Через Родной Сталь Вы Можете Прикручивать Его К балкам То есть Понятное Дело Что Если Вы Прикрутите Вот Эту Часть Она Выпадет Банально Скажите Чем Отделать Отделать Можно Чем Угодно На самом Деле Дело Тут Уже У кого Как В Чего Гораздо Более Важно Это Комплекс Противопожарных Мир Возвращаясь К началу Ролика Как Я Уже И Говорил 38 Сантиметров От Защищенной Конструкции То Есть Деревянные Балки Должны Быть Дополнительно Защищены Слоем Негорючей Изоляции Вот Этого Короба То Есть Можно И Нужно Сделать Еще Вот Так Суперсилка Базальтовый Картон Обеспечит Еще Больше Затруднение Прохождения Температуры Слой Воздуха Вернее Изоляция Негорючая Изоляция Воздух Сталь Обернутая Базальтов И Распушенная Суперсилка Вот Здесь Они Позволят Существенно Сократить Температуру Вот На Этой Поверхности Но Никто Не отменял Обработку Защитным Составом Дерева Никто Не отменял Включение Головы Если вы Можете Сделать Сразу Изначально Не Такую Маленькую Проходку А Проходку Гораздо Больше Которая Составит 25 Сантиметров В принципе Как раз таки Благодаря Такому Материалу Это Можно Обеспечить Очень Легко И Просто Делайте Сразу Больше И Используйте Хорошие Материалы Суперсилка Базальтовый Картон Не экономьте Он Стоит 150 Рублей Суперсилка Не намного Дороже Но Это Залог Того Что Ваш Домоход Вернее Прохождение Домохода Не станет Причиной Пожара Вашей Бани Либо В доме Включайте Мозг В обязательном Порядке Штудируйте Вот эту Часть Это Одна Из Основополагающих Вещей При Монтаже Печного Угла Я думаю Что Я Достаточно Подробно Как смог Рассказал Показал Как его Делается Тут Нужно Заметить Еще Две Вещи Что То Что Я Делал Это Продается Даже То есть Есть Компании Это Я Не знаю Везу Выпускает Такое Готовое Решение Но Я знаю Что Выпускает Тис Я знаю Что Выпускает Ферм Можно Купить Сразу Готовое Решение Готовое Решение Но Учтите Что Здесь Оно Тоже Будет Готовым Решением Если Вы Решите Сделать Больше Длиннее Шире В любом Случа Придется Вам Либо Монтажникам Использовать Дополнительные Работы Ну Дополнительные Материалы И соответственно Работу С этим Проходником Мы Закончили На сегодня Но У меня Есть Комол Кусочек Вот этого Вот Великолепнейшего Материала Из которого Тоже Можно Сделать Короб Это Как раз Таки Тепло Изоляционный Материал То есть Благодаря Нему Можно Сэкономить На Противопожарных Разделках Как Сделать Короб Из Супер Изола Я вам Покажу В следующий Раз Скажу Что Вот такая Вот Плита От Монтажа Кусочек Я себе Оставил Стоит Где-то Порядка Четырех Тысяч Рублей На Противопожарку Уйдет Либо Один Что Крайне Редко Либо Два Листа Там Есть Нюансы По Его По Его Изготовлению Потому Что Там Применяется Еще И Дополнительная Мастика И В разбежку Он собирается Это Я сделаю Следующим Роликом Поэтому Ждите Новостей На Сайте Но Я думаю Что Ролик Получился И Я думаю Что Он Вам Пригодится На Этом Я с вами Прощаюсь Всего Доброго Легкого Пара